Как во время цветения, так и во время плодоношения любому растению на огороде нужны полезные микроэлементы в большом количестве, и перцы не исключение. В этом видео я расскажу, как правильно подкормить перец, чтобы получить шикарный урожай из сладких и крупных плодов. Во время цветения и формирования завязей необходимо сделать следующую подкормку. На ведро воды берем 10 граммов аммиачной селитры, 25 граммов суперфосфата, а также 25 граммов серно-кислого калия. Таким образом, мы даем и азот, и фосфор, и калий – три основных микроэлемента. Такую подкормку нужно делать один раз в две недели, пока растение цветет и завязывается, и обязательно совмещать внесение удобрений с поливом. А еженедельно можно дополнительно добавлять немного настоя из древесной золы или сорняков. А вот уже в фазу плодоношения подойдет раствор из 200 граммов золы и 10 граммов аммиачной селитры. Если этих ингредиентов нет, можно сделать удобрения из сульфата калия и суперфосфата по 2 чайные ложки на одно ведро воды. Обе эти подкормки вносим по 1 литру под каждый плодоносящий куст перчика. И финальную подкормку в начале августа делаем уже полностью без азота. Рекомендую 1 столовую ложку калийной соли на 10 литров чистой воды. Это удобрение поможет перенаправить всю энергию с развития зелени на формирование плодов. Такие рецепты очень легко смешать и приготовить в домашних условиях, а эффект от них будет просто потрясающий. Урожай увеличится минимум на 50%, а то и в несколько раз в зависимости от изначального состава почвы.